авокадный соус готов варится рис но и ваша рыбка приготовиться через минут 6 смотрите первую часть видео чтобы увидеть как готовить авокадный соус и нужно брать рыбу со шкуркой потому что когда мы будем жарить доложим шкурочкой нашу и она будет такая криспий поливаем нашу рыбку олив ойл оливковым маслом можно размазать ручками без проблем дорогие мужчины с обоих сторон поставим это все дело перчиком это очень простое блюдо перчиком и солью раз д салт со всех сторон причем и перец вот эта рыбка имеет немножечко костей их нужно пинцетиком вытаскивать пинцетика у меня нет я ручками сделаю чтобы не было здесь костей да вот в китайском магазине у нас продают с костями все эти прожилочки как видны заливаем небольшое количество растительного масла сковороду предварительно разогретую если сковорода недостаточно разогрета то рыба будет прилипать а если сковорода перегрета очень горячая то она будет рыба будет подгорать начале мы можем это все конечно шкуркой вниз перед тем как положить первый кусок рыбы сковороду я как бы провела скользила этой рыбой по поверхности сковороды если она у меня прилипла бы было почувствовала такого прилипания рыба сковороде это бы означало что сковородка недостаточно разогретой поэтому нужно было бы продолжить разогреть сковороды когда я укладываю рыбу в сковороду обратите внимание ложу я ее скинь вниз кожицей вниз для того чтобы получить такой криспий текстуру такой вот хрустящий текстуру рыбы как только вы уложили рыбу в горячую сковороду она как бы прижигает кожу и не дает мощь не дает вот этой вот влаги соком выйти и тогда рыба у нас будет более сочная сначала жарим одну сторону потом превращаем на другую в процессе жарения вы видите что рыба меняет свой цвет снизу и поверху и превращается в такой вот более розовый цвет как только вы видите что этот розовый розовый цвет вот этот подошел почти что к центру рыбы можно переворачивать когда я покупаю лосося суши great то есть та которая готовилась для суши приготовления то тогда я обжариваю рыбу немного меньше чем обычно если же чисто такая свежая свежеволобленная рыба то я постараюсь обрабатывать на огне ее подольше итак что у нас получается здесь смотрите как красивая 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 у нас получается рыбочка очень красивая рисоварка или slow cooker очень хорошая вещь пока готовится остальное все для обеда рисоварка может поддерживать в теплом состоянии рис или другое что вы готовите итак рыба у нас готова мы ее выкладываем на салфеточку для того чтобы стекло все масло мы не хотим жир лишнего укладываем нашу рыбу рис на тарелочку украшаем ее красивыми помидорчиками травками и укропчик можно потереть как я уже сказала порезать если можно и зеленый лук по вкусу что хотите кто-то любит укроп кто-то любит да не забудьте наше самое главное не забудь наш нашу салфу и 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 последние штрихи добавляем соус в нашу тарелку и и объединю и Как же я люблю такие вечера, ленивые дома, с прекрасным пневматическим ужином, обедом, со свечами? Благодарю всех за просмотр, подписывайтесь кому нравится мое видео, чтобы не пропустить новые, и всем хорошего дня, пока-пока!